сегодня я вам расскажу про доступность про то что вообще такое и собственно про лайфраки для создания доступных интерфейсов но сначала познакомимся а я в контуре занимаюсь инфраструктурой фронтенда это такое направление в котором мы создаем внешние и внутренние open source проекты и в основном ее библиотеки но помимо этого я стою в крышке доступности и мы проводим аудиты сервисов обучаем цифровой доступности на feed это такой факультет на юфу рассказываем доступности внутри и снаружи с помощью блогов постов и докладов примерно как этот и делаем сервисы библиотеки доступнее но вернемся к интри большинство команд в контуре используют наше решение ну так или иначе у нас команд много поэтому если доступности не будет у нас ее не будет ни у кого на самом деле это не прикольно поэтому мы сели и начали работать на доступностью и сегодня я вам расскажу как вы можете начать делать то же самое собственно план доклада такой что я вам расскажу о чем все такое доступность под затем и перейдем к лайфхакам и я дам вам небольшое напутствие слова в конце собственно актера доступность и первое что хочу сказать что accessibility это не было милите до слова имеют один тот же перевод но на самом деле у них два смысла и в логике это про потребности машин когда у вас не доступен сайт какой-то причине либо вы к нему не можете получить пост и другие проблемы с машинами accessibility это уже про потребности людей когда кстати вы можете встретить такую аббревиатуру здесь между и и грек 11 букв их сократили до и 11 и грек читается как али так что если вы встретили в интернете такой аббревиатуру местах сабилити не пугайтесь это одно и то же так вот ксабилити это про потребности людей потребности могут быть разные то есть проблему будет быть разные это будут проблемы со слухом со зрением чтением восприятием и проблема постоянного характера проблемы 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 боже почему так сложно но это же не про нас с вами да но вообще-то про нас мы можем заболеть и я никогда не постареем это нас коснется потому что вот такой текст нам будет очень сложно воспринимать либо такой а для дизайнеров чем выше мы идем тем красивее на слайде даже не видно верхних строчек хотя там есть на самом деле текст так что доступность это когда все могут управлять интерфейсами все без исключений но хорошо это одна из причин зачем заниматься доступностью зачем мы еще заниматься доступностью ну во первых репутация компании это просто круто и повышает лейлис компании для людей даже тех у кого нет проблем со здоровьем а также законодательство в европе и сша она уже есть и и сша даже каждый год более пяти тысяч исков подается а в россии она развивается и к 2026 году все компании могут быть обязаны делать сайты доступными сейчас такое обязательство есть только для разбирательных сайтов а закон это закон его решать не получится ну и очевидная причина если у вас будет больше пользователей у вас будет больше денег это три год накладывания макеева я советую вам их посмотреть они больше помогут обратиться в тему изначально я достаю ставлю ссылки на них в конце доклада и прием к лайфхакам и прежде всего хочу сказать что я имею ввиду под лайфхаками это простые советы которые помогут сделать ваш продукт доступнее без каких-то больших затрат и собственно первый лайфхак это степлинг для чего он вообще нужен он позволяет пропустить повторяющийся контент и сразу перейти к основному давайте перейдем к ютубу и посмотрим как это работает для него нам понадобится скринридер вы видите его слева и клавиатуры собственно клавиши будут напряжаться справа перемещаемся мы по компонентам с помощью клавиши tab а скринридер нам читает что это клавиша обозначает и если мы перейдем еще раз на тап нажимаем и перейдем к ссылке на youtube он скажет что это ссылка на главную страницу youtube и тут начинается интересное какой-то появляется невидимый элемент которого визуально не было он появляется для того чтобы пропустить контент и перейти и мы могли перейти к собственно жанру видео мы нажимаем enter и переходим к ним можем дальше переходить по ним окей хорошо разобрали что это такое насколько это вообще полезно давайте посчитаем математически сколько элементов мы пропустим если будем использовать нажмем на кнопку а не будем переходить по элементам с помощью клавиатуры во первых это вот клавиатура затем поле ввода коп для поиска но полега салагаса угода кнопка добавить видео колокольчик аватарика главное шанс подписки и вы и вот двенадцатый элемент на котором будем это будет на жанре видео то есть мы пропустили нет агентств элементов закрытым боковым меню и если боковой не было открытым вы ему вы бы пропустили 49 элементов думаю что это полезно реализовать это можно с помощью экрана ссылок здесь задерживаться не буду скажу только что элемент для пропуска контента должен находиться близко к началу документа чтобы на него пользователю было просто упасть а по стилям тоже все просто мы позиционируем абсолютный элемент и на фокус его показываем но тут какие-то странные стили для скрытия и о них мы поговорим чуть дальше почему так и об этом второй лайфхак вижу ли хидан называется вы спросите но у нас же есть дисплей на на визибилити хилен нафиг нам еще какой-то вижу ли хидан все дело в том что эти свойства прячут контент а такси в том числе от спири виров ну когда его можно использовать например чтобы скрыть skip link и либо для более ясного текста я думаю например будет и раздана глядя у нас есть здесь два спанчика и они выполняют разную роль один будет виден я скобилеров другой для пользователей которые не испытывают проблем со зрением собственно или even true он создал для того чтобы скрыть первый спан от скрытия видеров вижу ли хидан позволяет скрыть второй спан визуально и получается так что зрячий пользователь увидит рейтинг 35 звезд не зрячий услышит рейтинг 35 звезд чтобы было если бы мы не использовать эту технику то пользователю бы услышала рейтинг закрашенная звезда закрашенная звезда закрашенная звезда не закрашенная звезда не закрашенная звезда конечно может быть он бы и понял что происходит но у него были бы с этим проблем боже ну что и в таком случае использовать давайте посмотрим на разные подходы Исплейнан — это такой топор. Если мы нажмем на кнопку и спрячем элемент, то мы полностью избавимся от него. Он пропадет из-за разметки. Визибилити хиден — это уже невидимка. И, собственно, если мы с помощью него спрячем элемент, то он продолжит занимать место, но также будет скрыт ото всех. И визуали хиден, который вы, возможно, даже знаете под другими именами, типа из-за ровни, оскрин, скринридер текст, элемент визибл, возможно, какие-то еще имена есть. Это уже ниндзя. Он скрывается также ото всех, но при этом некоторые его могут видеть. Под некоторыми я имею в виду скринридеры. То есть он для своих видимый все-таки. И для того, чтобы понять, что здесь происходит, нам понадобится как раз скринридер. Потому что он может видеть скрытые элементы с помощью бюджет хиден. Сейчас мы попали на первый элемент. И если мы нажмем на него, то кнопка снизу пропадет. Но если мы попробуем табнуться дальше, то кнопка будет по-прежнему видна. Здесь здесь заметен антипаттерн. Кнопка называется кнопка. И скринридер важно затитывать, что это кнопка. Так делать не стоит на самом деле. И мы по-прежнему можем взаимодействовать с ней. То есть эта кнопка остается видной. Элемент скрыт, но доступен для скринридеров. Здесь пропал текст. Но там было как реализовать. VisualEfinen это просто класс, который вы можете скопировать себе в проект и пользоваться им. Больше вам буквально ничего не нужно. Хорошо. Мы затронули CSS. И тут такой момент, что он тоже влияет на доступность. CSS это как бы про визуал, да? А доступность это про невизуальное взаимодействие с интерфейсом. И собственно для этого нам нужно HTML. Он как бы про контент, да? Но на самом деле CSS все-таки немного про визуал в том числе. То есть про контент. Например, Before и After. Они позволяют вставить контент перед вашим элементом. Он добавится прямо в HTML, если вы их посмотрите. И как бы для пользователя, который зрячий, все нормально воспринимает, для него все будет выглядеть нормально. Палец вправо сделать бургер. Ну то есть все понятно. Для пользователя скринридера все будет не так просто. Он увидит, что это список из трех элементов. Хорошо, пока что все нормально. Затем рука с указательным пальцем вправо. Сделать бутер. Рука с указательным пальцем вправо. Покори гималы. Рука с указательным пальцем вправо. И каждый раз будет засчитана этот эмоция. Поэтому, пожалуйста, используйте осторожно эти псевдоэлементы. Но на самом деле не только Before и After могут испортить жизнь пользователям скринридеров, скринридеров, а в том числе и Order, который влияет на позицию элемента, но только в визуальном отображении. Давайте посмотрим, как это работает. У нас есть какой-то список из трех элементов. Опять же, бутер, гималай и доступность. Если мы изменим его порядок, то доступность станет на первое место, бутер на второе и гималай на третье. Но только в визуальном порядке. Опять список из трех элементов. Пока что отличное начало. Но тут мы попали не на первый элемент, а сразу на второй. Почему так? Потому что мы поменяли порядок с помощью Order. Затем попали на третий элемент. И только после этого на первый. Какая рекомендация здесь? На самом деле, просто не использовать его. Не нужно его использовать в своем коде. CSL сейчас это исправляют, но просто не используйте его. Это на самом деле и все. Не все моменты, как влияют CSS на доступность. Но в конце доклада я оставлю ссылочку. Вы можете прочитать о других моментах. CSS также может помогать в доступности. Он предоставляет директивы, которые отслеживают системные настройки. Давайте посмотрим на них. Первый из них это The Used Motion, которая позволяет узнать, включены ли анимации. Вот macOS. И если мы включим эту настройку, то наши анимации станут такими топорными. Не такими красивыми, как Apple любит их делать. То есть, она просто исчезла. С небольшим затемнением. И так же появляется. Если мы обратно включим эту настройку, то анимации будут красивыми, как... Собственно, любят Apple. И бац. Он ушел красиво. Это помогает пользователям с дефицитом внимания, потому что они могут отвлекаться из каких-то анимаций. Ну, собственно, дефицит внимания. И с вестибулярными расстройствами. Потому что определенные типы анимаций могут вызывать у людей тошноту. То есть, чувство тошноты. Preferred Contrast и Force Colors позволяют отслеживать настройки контрастности. Вот так будет выглядеть ваш интерфейс, если вы включите, собственно, эту настройку. Он будет более выраженной границы иметь и так далее. Это помогает пользователям с плохим зрением. Но есть один момент. Эти свойства поддерживаются везде, кроме Internet Explorer. Вы можете сейчас посмеяться, кто его поддерживает. Да, к сожалению, мы его поддерживаем. Но есть небольшой момент, что MS High Contrast позволяет заменить Force Colors. А другие свойства имитировать нельзя. Так что хотелось бы, чтобы пользователи просто нормальный браузер предпочитали. И также есть еще одно свойство. То есть, один меняет запрос. Inverted Colors. Он отслеживает режим ингертированных цветов. И если вы его включите, то ваш интерфейс будет выглядеть так. Какой-то неоновый гибербанк, от которого у меня болит голова на самом деле. Но он помогает выглядеть вздаленозоркостью, цветовой слепотой и другими дисфункциями зрения. Правда, поддерживается только в Safari 9.1 и выше. Зачем использовать? Ну, система просто не может за нас все предугадать и отвлечить все анимации. Поэтому иногда ей нужно показывать, где что делать, где как раз повысить и так далее. Как реализовать? Ну, на самом деле все просто. Вот обычный код на HTML. Обычный CSS код, который включает плавную прокрутку. Если его обернуть в соответствующий медиазапрос, то анимация будет отключаться, если пользователь предпочел не видеть анимации. Перейдем к альтексту. Хороший альтекст — это альтернативный текст, в принципе, нужен, когда пользователь не может увидеть изображение. И это не всегда просто сделать. Давайте посмотрим... Контекст — это первоигольный камень хорошего льда. Камень, вы поняли. Контекст, во-первых, и все, помогает понять. Давайте посмотрим, как выглядит изображение без контекста. Люди сидят в комнате. Почти все сидящие места заняты. И эти находятся в хорошо освещенной комнате с синими стенами. Пригнайтесь, вы это увидели в голове? Я думаю, дед, если мы немножко добавим контекста, то мы поймем, что это на самом деле слушатели, они ожидают доклады в небольшом зале. И почти все сидящие места заняты, при этом на переднем ряду расположилась девушка в кресле-коляске. Слушатели находятся в хорошо освещенной комнате с синими стенами. Окей, с этим разогнались. Но контекст также может подсвечивать разные детали. Вот, например, фото из личного блока. Вы сейчас можете даже закрыть глаза и представить себе это изображение. Небольшая собака рыжего цвета, породы Норвич-Терьер, сидит на деревянном стуле. Квартии выполнены в стиле лофт. Комната освещена дневным светом. Тес пристально смотрит на свою хозяйку, которая находится за кадром. Собака будто ожидает какой-то команды. Запомните, что это фото из личного блока. Вот, как выглядит это изображение. И то же самое фото могло иметь другое описание, если бы оно было, например, на сайте объявлений. Это полуторалетняя собака рыжего цвета, породы Норвич-Терьер. Пес сидит на стуле и выглядит бодрым. На шее собаки висит идентификационный жетон с именем. Собственно, имейте в виду контекст, когда пишите альтернативное описание для изображения. И автор сайта Altex Hall of Fame дает такой очень крутой совет. Посмотри на изображение, которое хочешь описать и представь сидящего рядом с тобой друга, который не может увидеть его. Как бы ты описал изображение ему. На каких деталях ты бы сделал акцент, какие эмоции вызывает это изображение и почему именно оно подходит под этот текст. Собственно, не мое. И в своем телеграм-канале я перевел гайд в ЦАГа, когда нужно использовать альтернативный текст. Вы можете сейчас не фоткать. Я в конце доглада оставлю ссылочку на этот пост. Оттуда можете скачать изображение, посмотреть его нормально. Перейдем дальше. Следующий лайфхак это он про вкладывание. Вам стоит вкладывать с умом. И нет сейчас не будет советов по инвестиции, так что not stocks. Давайте поиграем. Кто считает, что вот так вкладывать теги можно друг друга? Никто не считает, да? Хорошо. А кто считает, что так вкладывать теги можно друг друга? Тоже никто. Прекрасно. Мы можем пропустить в принципе этот раздел, если вы все знаете. Но что мне будет, если я вложу эти теги друг в друга таким образом? Спредвидеры и поисковики вас не поймут. Почему не поймут? Потому что ваша разметка превратится в лапшу. Давайте посмотрим, что мы написали и что отправил браузер. Он просто выплюнул наш заголовок из параграфов и оставил два пустых параграфа между ними заголовок. Ну ладно, в принципе ничего страшного, да? Браузер прочитает два пустых параграфа, ничего страшного. Давайте немного на другой пример посмотрим. Он вообще мой любимый. Мы вложили заголовок первого уровня в ссылку, а ссылку при этом в параграф. И получили вот такую штуку. Когда у нас сначала ссылка вложена в параграф, затем ссылка вложена в h1, причем в ней есть контент в этот раз. И затем у нас идет ссылка и еще один параграф. Это работает по-прежнему в браузерах. И оно не поменяется на самом деле, потому что это то, как описано в А3Ц, как браузер должен перерендерить ваш контент, как обрабатывать его должен. На самом деле я законодерживаться на этом не буду. Я порекомендую вам просто посмотреть доклад Владимира Макеева. И там очень хорошо это объясняется простыми словами, понятными. Я вам порекомендую еще два ресурса, которые помогут вам понять, можно ли вкладывать ваши элементы друг в друга. Это в адресе-валидатор и can I include. Типа can I use, но только can I include. Вот. И пойдем дальше. Ловушка для фокуса. Что это такое? Давайте посмотрим, как работает сайт без ловушки для фокуса. У нас есть какое-то модельное окно, и мы можем по нему перемещаться. То есть мы по табуку по нему перемещаемся, попадаем на развернуть, принять, отклонить. И дальше выходим из моделки. Выходим из моделки и продолжаем навигироваться по сайту. На самом деле мы этого не хотим, потому что мы, блин, вышли из моделки. Нам нужно в моделке какое-то действие сделать. Мы, конечно, можем в нее вернуться, но это не то, что мы хотим. Пользователь может просто потеряться на сайте и не понять, что он, в принципе, вышел за пределы модельного окна. Если мы добавим ловушку для фокуса, то пользователь будет по-прежнему оставаться в этом окне, сколько бы он раз не пытался нажать на клавишу TAR. Собственно, в этом вся техника. И пользователи всегда остаются в контексте, все счастливы. Но есть один момент. Это очень непросто реализовать. Давайте попробуем. Итак, запомните последний элемент, который находился в фокусе. На событии фокуса удачи общего родителя. Ладно, я не буду читать. Я пошутил. Вы можете просто посмотреть на этот алгоритм, ужаснуться и использовать React-фокус-лог, который его реализует. Мы, собственно, в принципе, у себя так и сделали. Это отличная библиотека, которую я могу вам рекомендовать. А мы пока перейдем к следующему лайфхаку. Это блаждающий топ-риндекс. Он позволяет запомнить, на каком элементе находился фокус в последний раз. Что я имею в виду? А, да, кстати, он реализован нативно, но только в радиокнопках. Давайте посмотрим на нативную реализацию. Как это будет работать? Если мы, опять же, перемещаемся по интерфейсу с помощью клавиатуры, то здесь мы попадаем на интерактивный элемент с помощью Tab, и по нему уже можем перемещаться с помощью клавиши влево и вправо. А также выйти из него снова с помощью Tab. Если мы вернемся обратно с помощью комбинации клавиш Shift плюс Tab, то мы попадем на элемент, который в последнем находился в фокусе. Вроде все просто, да? Как реализовать? Кастомная реализация выглядит примерно так. То есть у нас все реализуется с помощью Tab индексов, которые отключают элементы, которые должны находиться в фокусе. Давайте посмотрим на реальном работающем примере. Тот же интерфейс, только вместо радиокнопок нативных у нас кнопки наши. Мы попадаем снова на элементы и начинаем навигироваться по ним с помощью клавиш. И заметьте, что в этой теме Tab индекс меняется у активного элемента. Активный элемент, он остается... То есть на него навешивается Tab индекс 0, на все остальные минус 1. Собственно, теперь у птичьего молока минус 0, а у остальных минус 1. Если мы вернемся назад, то мишки на севере получат Tab индекс 0. Если мы выйдем из этого списка и попробуем вернуться она обратно, то у варлозера не будет другого варианта, как только перекинут нас на мишек на севере. И поэтому мы будем запоминать контекст. Полезно это потому, что... Во-первых, интуитивно. То есть, когда ты выходишь из списка, ты хочешь вернуться в то место, где ты до этого был, а не пытаться где-то сначала его начать листать и слушать все, что тебе скандринер говорит. Но, опять же, есть нюанс. Очень много нюансов. Всю логику придется реализовать на JavaScript. Есть для этого библиотеки, но чего-то в этот раз рекомендовать не буду. Но расскажу то, что в HTML появляется фокус-гроб. Это пока что только инициатива коллектива OpenUI, но это очень крутая инициатива, которую лично я очень сильно жду. По сути, этот атрибут позволяет реализовать нативный блуждачий допынок за любых тегов. Он также доступен в CSS, но сегодня мы особо не будем в него погружаться, потому что он находится на очень ранней стадии и, конечно, в нем нет смысла глобко говорить. Для того, чтобы реализовать прошлый пример, о чем я рассказывал в прошлом лайфхаке, вам просто нужно будет нависить фокус-групп на ваш гиф или на что угодно. Когда мы сможем его использовать, собственно, когда-нибудь. Пока что это на очень ранней сцене все находится. И последнее, о чем я хочу рассказать, это семантика. Казалось бы, это очевидно, но многие разработчики забывают об этом. И если вы сегодня запомните только то, что было в этом разделе, в этом лайфхаке, я буду очень рад. И давайте посмотрим, прежде всего, на кнопку против дива. По сути, див — это... То есть, кнопка — это тот же самый див, но только обвешанный HTML-логикой под капотом. Вот так выглядит кнопка. Так выглядит та же кнопка, но только с нашим JavaScript. Кнопка, кнопка. Одно и то же, но в данном случае мы довозим до пользователя огромное количество ненужного JS-кода. И, к сожалению, если будете использовать кнопку из нашей библиотеки и вставить в нее див, вы вот это получите себе. Не рекомендую. Также кнопка против ссылки. Обычно вот так выглядит ситуация, и разработчики предпочитают использовать кнопку, но не ссылку. В чем разница? В том, что ссылка позволяет, имеет такое-то количество нативных свойств, которые позволяют, например, открыть в новом окне, либо сохранить, скопировать адрес ссылки. Кнопка этого ничего не позволяет, и вы лишаете пользователей значительного количества возможностей, если использовать неправильный тег. Скриндридеры также по-разному озвучивают элементы, и следовательно, пользователи ожидают разный набор действий, но не получают их. Если мы можем понять, что это на самом деле кнопка, которая ведет какую-то ссылку, то пользователям скриндридеров это не так просто сделать. Как же понять, что использовать? Если вы хотите навигироваться по сайту, то есть изменить URL, либо используете HF, вам нужно A, то есть тег ссылки. Иначе button. Это все. Вот так просто. Никаких больше заморочек. Я бы мог еще кучу советов здесь оставить, но просто скажу, для остатки семантично, делайте хорошо, и будет хорошо. Собственно, перейдем к итогам. Доступность – это на самом деле про нужды всех. Про нас с вами в том числе. И доступность – это интересно. То, что я вам сегодня рассказал, это самый верх айсберга. Вы можете очень сильно погружаться в него, и познавать этот мир, и в принципе сообщество. Доступность – это очень крутое сообщество. Я оставлю вам ссылки в конце доклада на доступные сообщества, и там очень крутые ребята. Очень сильно всех их люблю. И небольшой call to action для вас. Придите домой и сделайте первый шаг. Например, вы можете посмотреть на ваши кнопки и ссылки. На самом деле, там используются паральные элементы. Ну, если вы, конечно, не боитесь. Всем спасибо за внимание. И здесь перечислены все прекрасные люди, без которых этот подоклад не состоялся. Юля, Лиса, Алена, Настя и Абигима. И весь кружок со второй доступности. Всем большое спасибо. Также здесь вы можете найти ссылочки на мою телегу, на канал «Доступные новости». Кстати, вот насчет него. Моя мама говорит, что очень круто его ведут, и она была высокая подписчика. Так что я думаю, вы можете доверять ее мнению. Ссылочка на ресурсы. Там будет все очень милее. Сказывал по ходу доклада. Это все. Спасибо тебе большое. Так, ребят, у кого-нибудь есть? Так, есть. Первый вопрос. Привет. Большое спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот как вы в Гонтуре вообще проводите аудит доступности своих сервисов, кроме там, может быть, лейтхауса первая часть? А вторая, получилось ли как-то автоматизировать этот аудит? Вот, ну, например, ты, да, в команде платформы отдаешь ребятам новую версию iKit, они берут, начинают интегрировать, и что-то там, ну, как-то не так интегрируют. Вот, может, как-то это получилось автоматически смотреть. Спасибо за вопрос. Смотри, получается у нас так, аудит доступности, он не автоматизирован, потому что есть огромное количество вещей, для которых нужно, например, реальный пользователь. то есть мы приглашаем незрячих пользователей, и они очень, на самом деле, охотно к нам идут, потому что это, в том числе, для них польза. Они пользуются нашим сервисом, и они приходят к нам, и мы делаем для них его удобнее. И эту часть просто не получится автоматизировать, потому что сколько бы ты не занимался доступностью, незрячий пользователь к тебе придет и скажет, что вот здесь неудобно, вот здесь нужно поправить, и это будет происходить постоянно. В остальном мы, я не могу сказать, что в принципе можно автоматизировать аудит доступности, потому что есть какая-то часть доступности, которую можно автоматизировать, но большая часть, это 70%, она все-таки делается вручную, ее нужно понимать. Вот 30% ты можешь автоматизировать, но остальные 70%, к сожалению, нет. Возможно, в будущем с помощью искусственного интеллекта это получится сделать, но пока что нет. Спасибо за инфекцию. Спасибо за инфекцию. Да, сегодня за лучший вопрос я хочу как раз подарить вам книгу «Кроком глубокое обучение». Это очень крутая книга. Она, собственно, позволяет понять, как работает глубокое обучение, войти вообще в сферу машинного обучения. И сейчас технология очень быстро развивается, и мне кажется, отличная новость недавно произошла с самым Альтоном, директором OpenUI, о, господи, OpenUI, OpenUI. Если вы знаете, о чем речь, то прекрасно. Если не знаете, почитайте. И я думаю, что за искусственным интеллектом будущее, так что стоит в него присоединиться уже сейчас. У меня такой вопрос. Есть ли на данный момент у незрячих пользователей возможность, например, что-то приобрести в интернет-магазине? Эль, я хочу пример. Там даже по этапам оплаты, допустим, нужно выбрать город, заполнять какие-то данные. Я думаю, это довольно-таки пневматичный момент. Не так давно, где-то с месяца назад, незрячие пользователи организовали петицию для себя, чтобы сделать Озон доступным, потому что многие незрячие пользователи пользуются Озоном и не могут им пользоваться, потому что он абсолютно недоступен. Там даже нативные элементы, которые доступны, например, на Android и iOS, они сделаны настолько плохо, что незрячий пользователь просто не может понять, что происходит. И на самом деле сделать маркетплейсы Озон, Вайлберис доступными можно. И это не сложнее, чем сделать какой-то другой график доступным. Но, к сожалению, сейчас, крайне мере, Озон точно абсолютно недоступен для пользователей. Единственное, что может быть сложно в реализации Мирпикплейса, это описание картинок, то есть изображение товара, потому что их большое количество и не каждый продавец готов описывать их, так как нужно на незрячему пользователю. Да, ну то есть, по сути, пока другой возможности у людей нет. Это трудоемко на самом деле все реализовать. Я не могу сказать, что это прям трудоемко, но просто нужно, чтобы человек был какой-то драйвер, который займется этим. Как-то так. Спасибо. Всего за вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, нужно ли задумываться над доступностью на B2B маркетплейсах? У нас вообще контур весь по B2B. И нам было несколько сложно протаскивать доступность как раз за это, потому что, кажется, ну в B2C, да, там есть же пользователи, это для клиентов все нужно, а в B2B, ну что, там есть клиенты, да, незрячие, потому что нужно образование. Кстати, Настя Суховерхова не так давно на Frontend Cons как раз про это рассказывал доклад. Но, оказывается, что есть. И если сервис будет доступным, то будут в этом сервисе пользователи. И я считаю, что доступными в принципе должны быть любые интерфейсы. То есть, возможно, какие-то админки можно опустить, но в том числе B2B продукты должны быть доступными, потому что, как показала наша практика, мы доступностью занимаемся в кружке около двух лет. Такие пользователи есть, их на самом деле много, больше, чем может показаться. Так что я отвечу, что да. Ты говорил про доступности, про описание контекста к фотографиям, что это очень важно и при этом очень сложно. И вот как раз таки продолжаем вопрос про описание картинок в маркетплейсе. Как вы решаете проблему того, что как раз таки правильно описание для картинок с учетом контекста нужно как бы придумать. То есть, вы нанимаете какого-то отдельного человека, который прям сидит там и придумывает или условно используется нейросеть, чтобы оптимизировать процесс? Это крутой вопрос. На самом деле мы эту проблему не решаем и решить ее может только человек, который будет заполнять контент. К сожалению, есть нейросеть от Google, которая позволяет описать изображение. Но пока что она была в 2015 году выпущена и ей нельзя было скромить контекст. То есть, если она видела на фотке собаку, она могла описать, что это собака, может, солнечный день и так далее. Но это не описывало контекст, в котором эта собака находится. То есть, это все равно приходится делать пользователю. Пока что это не решенная проблема и я опять же надеюсь, что либо ассистент от Google, либо ассистент, кстати, в чат-жапете примерно может сейчас что-то подобное делать. И есть на основе него приложение, сделанное VMyEyes, которое позволяет с помощью наведения камеры узнать, что находится перед тобой. То есть, собственно, приложение становится твоими глазами и описывает это. Но именно проблему контента, это описание контента, такого, как повторить, большого листа фотографий, это не решает. К сожалению, я сейчас не могу сказать, как с этим можно помочь, кроме ручного года. Хорошо, спасибо большое. На самом деле понравилось несколько вопросов, но я скорее всего дам почти не последний вопрос, потому что это наболевшая проблема, и я постоянно тоже думаю, и очень хочется ее скорее решить. Кручак, давай, мы будем поделать. Мы будем поделать. Редактор субтитров Корректор А.